И снова здравствуйте, друзья! И снова я к вам с болью. Хотя очень хочется сказать что-то хорошее и доброе. Но скажу спасибо вам. Я благодарю вас всем сердцем за то, что вы с нами. И что вы помогаете нам спасать столько жизней. Ребята, это неоценимая помощь. И дай Бог вам, вашим семьям, вашим друзьям, знакомым просто крепкого здоровья и благополучия. А главное, мирного неба. А теперь возвращаемся к малышу. Он лежал в поле. Его нашел мужчина. Объясню. Прислал пару фотографий. И когда мы увидели, как у него вывернуты бедра, разговора не могло быть дальше никакого. Сразу закричали. Везите. Если можете, везите. Так как машина наша в это время шла из Москвы. И подъехать быстро мы не могли. В результате мужчина согласился. И привез ребенка в коробочке к нам к приюту. Ребенок в тяжелом состоянии. Весь облеплен клещами. Состояние тяжелое. Он обезвожен. Но помимо того, что ребенок обезвожен, друзья, как только мы приподняли ребенка, чтобы переложить и немножечко осмотреть, оказалось, что у него огромная открытая рана, открытый перелом. Друзья, у такого ребенка и такие страдания. Ну это страшно, это жутко. Ну как можно было дитя бросить там в поле, умирать медленно, заживо сжираемого клещами, мухами, червями. Ну это же страшно, ну это невозможно. Я искренне благодарна мужчине, который его привез. От всего сердца, от всей души. Спасибо. К сожалению, он не назвал свое имя. Но побольше бы нам таких настоящих мужиков, кто не прошел мимо. Спасибо огромное вам, незнакомец. Спасибо вам огромное. Малышу сделали антибиотик, обработали немного рану. И сразу договорились с врачом, повезли. Уже в соционаре, когда сдали анализы, выяснилось, что у ребенка тяжелая стадия пироплазмоза. И он в очень тяжелом состоянии. Приехали в клинику. Тут вот немножко кровь, он течет. Все будет хорошо, малыш. Друзья мои хорошие. Малышу сейчас предстоят тяжелые дни выздоровления. Очень надеюсь, что мы сможем победить болезнь. И только тогда будет проведена операция. За это время нам необходимо собрать для него помощь. Мы не знаем, во сколько обойдется операция, но она будет тяжелой. Все-таки два перелома. И довольно-таки тяжелых. Один из них открытый. Ребята, вы все сами увидите. Я не врач, описывать не буду, но я вам это покажу. Тихо, тихо, зайка, тихо. Перелом больше малоберцовой кости. Да? Полелый. Ой, больно. Больный. И то же самое по дороге. То есть убила по перелому на улево. Да, чуть-чуть. Завтра я не сделаю, но более подробно будет. Мы с вами здесь спасаем животных. Наша группа называется «Помощь бездомным животным». Я обращаюсь ко всем. Отзовитесь, пожалуйста. Давайте поможем Рокки. Ребенок совсем маленький. Как он оказался в том поле? Кто его избил? Или, может быть, сбила машина, и его отвезли-выбросили? Мы не знаем. Но, судя по тому, в какое время мы живем, ожидать можно всего. Любое зверство, любую жестокость по отношению к бездомным животным. Я обращаюсь к тем, кто остается с нами, кто сохранил в своей душе доброту, тепло. Перед вами Рокки. Маленький, белый, пятнистый щенок. Очень измученный и очень несчастный. Смотреть в глаза такого ребенка практически невозможно. Мои хорошие. Я не знаю, с каким чувством будете смотреть вы, но глядя на этого ребенка, только слезы текут. Но ведь он ребенок, понимаете? Ребенок, маленький, несчастный. Мало того, что остался без мамы, выкинули неизвестно куда. Будьте нашими друзьями. Оставайтесь с нами, потому что без вас, друзья, невозможно спасти жизнь. Приют огромен, три тысячи. И спасая одного малыша, мы спасаем всех. Все три тысячи. Потому что часть денег идет на лечение, часть денег на обследование, часть денег идет на корм. Обращаюсь ко всем. Любая по вашим силам сумма поможет выжить приюту. Обращаюсь ко всем. Пожалуйста, как бы трудно не было. Прошу вас, не бросайте приют. Животным очень, очень нужна ваша помощь. А вам наше тепло и наша доброта. Доброго всем здоровья. С вами лохматая душа. С надеждой, верой и любовью к всем вам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok